Но большинство проблем и причины этих проблем, причины этих ошибок, они напрямую связаны с тем, как мы думаем, какие решения мы принимаем и что мы делаем. Вот я вас в самом начале, буквально три минуты назад попросила написать о том, а что же на самом деле у вас сейчас не получается. И вы начали писать, что у вас не получаются результаты. Я вас сначала спрашиваю, хорошо, но что вы делаете для того, чтобы получать эти результаты? Так вот, друзья мои, если у вас результаты не те, то есть они вам не нравятся, то это значит лишь одно, что вы принимаете не те решения, а большинство проблем и ошибок напрямую связаны с тем, как мы думаем и какие решения мы принимаем. Если это понятно, поставьте в чат единичку. И на самом деле причиной неправильных решений зачастую бывают следующие вещи. Люди, которые пережили серьезный провал своей жизни, они в свое время мечтали, но у них так ничего и не получилось. То есть смотрите, как это выглядело на самом-то деле. То есть вас пригласили или кого-то, какого-то человека пригласили на рекрутинговую встречу, на какое-то рандеву. Его пригласили, рассказали ему о бизнесе, ему понравилось, ему захотел сделать этот бизнес, но у него ничего не получилось. И он разочаровался прежде всего не в бизнесе, а прежде всего в самом себе. И когда он ушел из бизнеса так не соло и нахлебавши, то это для него на самом деле есть не что иное, как самый настоящий личный провал. А после провала вот этого факапа на самом деле очень сложно подниматься, очень сложно на самом деле найти в себе силы для того, чтобы делать что-то новое. Но у нас таких провалов в жизни и до сетевого тоже бывало немало, потому что каждый раз, когда у нас что-то не получалось, каждый раз после того, как у нас что-то не получалось, все, кому не лень, кто был свидетелем нашего провала, тычут нам в то, что у нас не получалось. И сами на самом деле люди, когда получают эти тычки, когда им говорят, а вот ты помнишь, что это было у тебя, а помнишь, ты вот тогда пытался начать уже делать сетевой бизнес, и у тебя ничего не получилось, ты слил все деньги. Или вспомни, как вот наша соседка, его там тоже у нее ничего не получилось. Так вот, на самом деле, когда у человека что-то не получается, то ему потом начинают тыкать, и сами они себя тоже вгоняют в лютую депрессию. В этой лютой депрессии самооценка скатывается ниже плинтуса каждый день. И знаете, по статистике, по статистике, 95% людей в сетевом бизнесе ничего не зарабатывают и уходят. Самое печальное, что мы делали опрос по сетевому предпринимателю, мы опросили порядка 70 тысяч человек. Так вот, 70 тысяч человек мы опросили, и из этих людей 70% сказали, что они ушли из сетевого или сетевой у них не получился, потому что им не повезло с наставником. Вот как вам такая история? 95% людей в сетевом ничего не зарабатывают и уходят. Мы с командой считаем, что это крайне несправедливо. Мы с командой считаем, что каждый предприниматель должен зарабатывать достойные деньги пропорционально своему влиянию на мир. Если вы с нами согласны, поставьте в чат десяточки. Именно поэтому мы и проводим такие открытые уроки, и это для вас они бесплатные, а для нас они стоят денег, поверьте. И для нас это важно, потому что мы считаем, что чем больше богатых и счастливых людей на этой планете, тем лучше и светлее всем. И этот интенсив в руби мозги – это и ваш первый, а может быть не первый, осознанный маленький или не маленький, для каждого это свой будет размер шага, который и позволит вам оглянуться назад, оценить и увидеть направление дальнейшего своего движения. Конечно, большими шагами вы идете уже в программе «Секрет миллионера», но вы знаете, что весь рост начинается с вас. Любой рост вашего бизнеса, рост вашей команды, он начинается только с вас. Я много лет помогаю сетевикам и предпринимателям расти и зарабатывать те деньги, которые сначала могут казаться заоблачной мечтой. А когда я готовлю такие уроки, как сегодня, вот такие открытые уроки, я всегда думаю о вас. Почему? Я думаю о тех людях, которым интересны темы саморазвития. И о тех людях, которые видят себя как наставников, которые помогают и другим людям развиваться. Почему? Да потому что вы-то знаете, что чем сильнее становитесь вы, тем сильнее становится ваше окружение. И ваши люди становятся сильнее. И, конечно, чем сильнее вы, тем сильнее приходят новые люди в вашу команду. И весь рост начинается с вас. И я знаю, я знаю очень хорошо сетевиков, я знаю, что все вы очень хорошие и умные люди. И вы всегда это и сами знали. Вы можете ошибаться, вы можете что-то не знать. Но, слава богу, теперь решение найдено, и вы здесь. Есть очень простая, всего одна, незаметная связь. Сегодня мы с вами будем говорить, и я расскажу вам, как построить систему сетевого бизнеса в онлайн. И мы поговорим о том, как вы сами, а точнее, ваше мышление, то, как вы думаете, влияет на ваши результаты. На ваши результаты в жизни и в бизнесе. Ваше мышление, ваше тело, ваш бизнес. Во всем есть прямая взаимосвязь. Если вы готовы сегодня это узнать, поставьте в чат 9. Потому что я же знаю, что вы, вы же, каждый из вас знает, да, что то, как вы думаете, это полностью на вас влияет. Ну вот сами подумайте. Или вспомните, ведь бывают же такие дни, что, боже, что мой, все сыпется из рук, ничего не получается, как будто встал не с той ноги. Если у вас такое бывает, напишите в да. Если у вас такое бывает, напишите в чат да. Вижу девяточки, сейчас дождусь. Да, еще. Супер. У меня опять отставят чат, но это не страшно, это связь. Видео и аудиосвязь быстрее, чем чат. Такое бывает. Хорошо. Так, отлично. Отлично. И теперь жду. У вас бывают такие дни, когда все сыпется из рук, ничего не склеивается, ничего не складывается, и как будто встал не с той ноги. Напишите да. Вижу да. Окей. В любом случае я знаю, что вы об этом слышали. Прекрасно. И вы знаете, что зачастую, вопреки всякой какой-либо логике, абсолютно необъяснимо, но благодаря изменениям в мышлении с нами начинают происходить удивительные вещи. Вы слышали не раз, что все проблемы в голове. Кто это слышал? Напишите в чат единичку. Все болезни из головы. Напишите единичку. Конечно, вы это слышали. Слышали, что все болезни идут вот отсюда. Точно так же, как и все решения о том, чтобы не болеть, о том, чтобы быть богатым, о том, чтобы подключать сильных лидеров в свои команды. Эти решения вы тоже принимаете в голове. И вот эта голова, она как раз и требует того, чтобы вы нашли идеальную систему из таких шагов, чтобы ни хрена не надо было делать. Да? Ну, давайте, по-честному только скажите. Ведь именно этого все и хотят. Создать какую-нибудь такую, чтобы вот прям вот эта голова, она говорит, ну, как бы найти такую идеальную схему из таких шагов, чтобы ни хрена делать не надо было. Похоже на кого? Похоже на, пишите я. Ну, по-честному. Ну, по-честному. Кому было бы интересно создать такую систему? Угу, отлично, вижу. Так вот, самое интересное или даже забавное заключается в том, что на самом-то деле создать такую систему идеальную из нескольких шагов, чтобы ни хрена делать не надо было, это возможно. Но только чтобы это стало для вас возможным, нужно будет не только впахивать, а еще и впахивать в правильном направлении. Если вы готовы сегодня поработать над этим, то поставьте в чат двоечки, и мы с вами пойдем дальше. Почему это важно? Потому что что такое система? Только четко отлаженная система позволяет вашему бизнесу начать работать, как швейцарские часы, когда буквально один процесс, одна шестеренка цепляет следующую, и, конечно, весь процесс начинает работать и работает, как вечный двигатель. Но для того, чтобы ваш бизнес работал, как швейцарские часы, вам конкретно, поскольку вы делаете сетевой бизнес, нужно выстроить всего три процесса. Вам не нужны сотни тысяч или десятки тысяч или десятки сотен шестеренок. Нет. Вам достаточно выстроить только три процесса. Вы должны создать, запустить и отладить три основных бизнес-процесса в своем бизнесе. И это привлечение, рекрутинг и обучение. Знакомые слова, я думаю, для каждого. Кому знакомы, троечки поставьте. Итак, привлечение, рекрутинг и обучение. Три процесса, которые вам необходимо выстроить в своем бизнесе для того, чтобы все начало работать, как швейцарские часы и никогда не останавливалось. Зачастую, на самом деле, люди берут и смешивают все в одну кашу. И вместо бизнеса у вас получается какая-то какафония из звуков, из слез, пота, соплей и крови. Потому что на самом деле нужно делать разницу. И делать разницу между тремя процессами жизненно важно. Итак, давайте разбираться по очереди с каждым процессом. Если готовы, нажмите десяточку в чат, кто готов разобраться с каждым процессом по очереди. Потому что вы видите, что такое привлечение. Привлечение – это маркетинг. Что такое рекрутинг – это конвертер. Что такое обучение? Это про то, как стать сильным наставником. И сейчас о каждом из этих процессов я последовательно буду вам рассказывать. Если готовы, жду десяточки в чат. Окей. Идем. Готовы? Готовы. Идем дальше. Итак, я начну не с первого процесса, не с привлечения. Я начну с рекрутинга. Это на самом деле второй процесс. Но он самый популярный в сетевом. И все почему-то считают, что вот он самый основной. Но это не так. Потому что рекрутинг – это всего лишь конвертер. Вот смотрите, когда вы кандидата делаете партнером, он из одного качества, из одной роли переходит, то есть конвертируется в другое качество, в другую роль. Однако, чтобы вам научиться, чтобы вам… То есть вот смотрите, вы пригласили человека на встречу. Провели эту встречу. И в результате этой встречи человек был кандидатом, стал партнером. Точно так же вы в банк приходите, отдали рубли. Вам их там конвертировали на доллары, забрали доллары. Здесь точно так же. Рекрутинг – это инструмент. Инструмент, который выполняет роль конвертера. Когда вы кандидата делаете партнером. Кому это понятно, поставьте единичку в чат. Единичку в чат, кому это понятно. Но для того, чтобы вам с кем-то взаимодействовать, этого кого-то сначала нужно привлечь. Логично? Если логично, ставим плюсик. Если логично, ставим плюсик. Для кого это логично? Что для того, чтобы с кем-то встречу-то вообще-то провести, сначала нужно этого кого-то как-то вообще откуда-то взять. Как-то его нужно привлечь. А это как раз и есть та самая проблема, которую многие из вас в самом начале и написали. Когда сказали, а людей-то нет, я не знаю, что мне делать и где мне их брать. Нету их. Ну, честное слово, ощущение, что вы живете не просто в бункере или в лесу, а вы вот только сейчас вышли из этого бункера, из леса. Вам кто-то в сумму в руку смартфон, и вы в этом смартфоне смотрите на меня. И вы говорите, людей нет. Потому что, ну, если у вас есть интернет и смартфон, то в этом случае у вас просто миллионы людей есть. У вас есть миллионы людей, но вы не знаете просто, как до них дотянуться. Окей, а почему? А потому что привлечение – это то, с чего все начинается. Привлечение – это ваша активность на рынке. Маркетинг – это и есть привлечение. Давайте поговорим с вами на примере, чтобы всем просто было понятно, что такое маркетинг в сетевом и что такое привлечение. Просто я пытаюсь рассказать вам максимально просто, чтобы всем было понятно. А на примере будет еще понятно. Вот смотрите. Представьте себе океан. Кто представил океан, ставим нолик. Нолик. Ставим те, кто представил океан себе. Итак, представьте себе огромный океан. Ну, если океан никогда не видели, представьте огромное море. Итак, вы в лодке. Куда ни посмотрите в этой лодке, вокруг вода. И вот в этом океане, вот вы в лодке, а вот в океане там очень много рыбы. И вам эту рыбу надо. Очень хочется вам эту рыбу. И у вас есть удочка. И на этой удочке есть наживка. И вы закидываете удочку и начинаете, собственно говоря, рыбачить. Так вот, наживка – это то, что привлекает к вам нужную вам рыбу. А удочка – это тот инструмент, который делает рыбу вашей. То есть она сначала в океане, а потом удочкой вы ее раз, и она стала вашей. Так вот, удочка – это конвертер, который рыбу в океане делает вашей. А наживка – это то, что привлекает рыбу. Давайте перенесем это на бизнес. Привлечение – это ваша активность на рынке и ваше позиционирование. То, как вы привлекаете свою рыбу. Вот какую рыбу вы привлекаете, так вам и плывет. Если вы привлекаете ее так, что она от вас уплывает, как бешеная, то, соответственно, очевидно, вы что-то не так делаете в привлечении, поэтому у вас и нет людей. Но когда вы правильно привлекаете свою, то есть не рыбу, а привлекаете кандидатов и клиентов, естественно, в свой бизнес. Если, конечно, клиентов, если вы заинтересованы в продажах. А рекрутинг – это то, как вы взаимодействуете со своей рыбой, то есть с кандидатами, как вы взаимодействуете. И благодаря этому взаимодействию эта рыба, то есть этот кандидат, становится вашим партнером. Кому понятно сейчас стало, поставьте десяточку в чат. И вот для того, чтобы вам правильно выстроить ваше привлечение, то вот для запуска привлечения есть четыре основные вещи. Это целевая аудитория, ниша, выстроенное позиционирование и ваш оффер. То большое обещание, которое вы, в общем-то, и передаете через позиционирование вашей целевой аудитории. Запишите или сделайте скриншот этого слайда для того, чтобы у вас было очень четко и вам было понятно, что именно вам нужно выстраивать в привлечении. Окей. Почему? Да потому что на первых порах привлечение выглядит как. Список. По этому списку звонок с приглашением куда-то, где состоится, в общем-то, встреча и конвертация кандидатов-партнера. И вы должны перестать так работать до того, как эта схема перестанет работать на вас. Давайте я повторю эту фразу. Список звонок встречи. Вы должны перестать так работать еще до того, как эта схема перестает работать на вас. Почему? Потому что список есть не что иное, как теплая ванна. Вы заходите в своей квартире, у вас есть ванна, там в нее налита теплая водичка, и вы из нее пытаетесь поймать рыбу. А вокруг этой ванны океан онлайна, в котором очень много людей, которые только и ждут того, чтобы начать работать с вами. Но вы почему-то продолжаете работать по старинке, а потом список кончается, а в океане очень много рыбы. И ловит эту рыбу кто-то другой. Почему? Да потому что вы не умеете ее ломить. Вы не научились. Вы вообще-то никакой не рыбак. Я права. Поставьте плюсики, что вы никакие на самом-то деле не рыбаки. Вы, может быть, бухгалтер, или вы, может быть, инженер, или менеджер, или водитель, или юрист, или косметолог, или парикмахер, или учитель, или маляр, или повар. И вот вы приходите в сетевой, чтобы вас научили делать этот бизнес. Вам почему-то говорят, здесь ничему учиться не надо. Вам говорят, список звонок встречи, больше ничего. У вас так, у кого так? Напишите да. Напишите да, у кого так. Учиться ничему не надо, ничего в жизни менять не надо. Список напиши, звони, приглашаю на встречу, проводи. Больше ничего делать не надо. У кого так? Напишите да. Напишите да, на кого похож. А потом происходит следующая история. Вы говорите, что-то не получается, ничего. А вам говорят, слушай, давай действуй. Давай действуй. Сколько у тебя там еще людей в списке осталось? Давай, давай, давай. И вы вот так вот сидите, смотрите, вот как этот код. И думаете, и что? Список у меня кончится. И что я буду делать дальше? А вам такие говорят, вот тебе шаблон постов, давай пиши вот посты, вот прям копируй и вставляй. Вот тебе скрипты, вот так вот давай, вот так вот рассказывай по телефону. И вот это вот, вот прям с бумажки читай. И это все. И вы смотрите на это, на все. И понимаете, что это вообще ни разу не про вас. Это вообще вам не заходит. Вы это вообще не воспринимаете. Эти тексты, они вообще не ваши, они не про вас. Вы не можете эти тексты воспринять как свои. А уж, конечно, вы не можете это даже выдавить из себя из слова, ни знакомым, ни незнакомцам. Потому что, ну понятно, что если эти слова вам не заходят, они и другим людям не зайдут. Но на вас давят, и вам говорят, ну давай, 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 делай, давай, давай, делай. И как результат, это не мое. И это все развод и лохотрон. И это не мое, это все развод и лохотрон. Вот что вы считаете. А знаете как, на самом деле все еще жестче. Потому что первый слив людей, первый слив кандидатов на самом деле происходит тогда, когда происходит первый звонок. Когда вы делаете первый звонок какому-то кандидату даже из своего списка контактов, и этот звонок неправильный. Потому что на самом деле по телефону нужно разговаривать. А вот как разговаривать с человеком на том конце провода по телефону, это вопрос. А на этот вопрос вам никто не отвечает. Никто вам не объясняет, как именно это нужно делать. Не просто какие буквы выдавить и как их сложить в слова, а как именно это делать. Вам говорят так. Расскажи о продукте, расскажи о компании, расскажи о выгодах сотрудничества. А еще расскажи, какая она будет дура, если не согласится прийти к тебе в команду прямо сейчас. На кого это похоже? Напишите, на кого это похоже, напишите плюсик. Знаете, я даже знаю таких горе-наставников, которые говорят. Ой, слушай, Юля, отстань. Вот у меня там есть одна девочка. Она звонит и слава богу. То есть, что значит? Что значит звонит и слава богу? Что она там говорит? А то, что пока она звонит и делает неправильные звонки, она устает, разочаровывается, не получает результата и сливает всех своих кандидатов. А потом сжигает свой список. Это что, типа фигня все? А теперь представьте, просто представьте на минуточку. А что, если каждый слитый такой контакт – это слитый его унитаз тысяча долларов? Тысяча долларов в месяц. Вот тут начинаем думать по-другому, да? Вот тут мы начинаем думать по-другому. Ага, а как мне позвонить так, чтобы не слить эту тысячу долларов ни сегодня, ни в следующем месяце и никогда, а чтобы, наоборот, эту тысячу долларов каждый месяц получать? На кого это, да? Кто бы так хотел? Поставьте плюсик. Кто бы так хотел? Потому что, ура, хорошие новости, слава богу, есть. Навык коммуникации. Так, где у меня здесь? Вот здесь. Навык коммуникации. Навык коммуникации или навык общения с людьми, его можно приобрести, можно его в себя встроить, но это возможно только тогда и тогда и только тогда, когда вы общаетесь с людьми. С людьми через практику. Люди вообще не очень-то умеют общаться. На самом деле, они даже внутри своей семьи не очень-то хорошо общаются. Не то, что где-то еще. А вот человек, который приходит в сетевой бизнес, хочет, чтобы его этому навыку, в общем-то, и обучили. Если это понятно, напишите «да». Почему? Да потому что вы когда-нибудь, вот давайте так, вы не задавались вопросом о том, а почему вообще вот человек живет, себе живет человек, и он живет как? Ему вот страшно даже вот взять трубку своего телефона для того, чтобы набрать номер телефона в детской поликлинике, для того, чтобы, в общем-то, своему ребенку, которого температуру, вызвать врача надо. Вот ему страшно. Он вокруг этого телефона будет ходить час. И вот такой человек почему-то идет в сетевой. Где в бизнес, где эту трубку надо вот так вот поднимать и класть сотню раз в день. Просто чтобы преуспеть. Или нужно выйти в эфир, или нужно провести этот эфир, или нужно участвовать в зуме, или проводить эти зумы и быть всегда на виду. Как вы думаете, почему такие люди выбирают именно сетевой бизнес в онлайне? Думаете, потому что здесь можно ни с кем не общаться в этом что ли онлайне? Нет, дорогие мои, вовсе не по этому. Шиш с маслом. Не так это все. На самом деле люди, которые приходят в сетевое, они подсознательно понимают, что сетевое – это очень большая школа. И что именно здесь, в этой сфере деятельности, именно здесь решится их самая большая проблема. И человек очень хочет, чтобы его научили навыку общения. Он хочет перестать стесняться. Понимаете? Хочет общаться легко. И это и есть для него тот самый прыжок из зоны комфорта. Это и есть тот самый прыжок из зоны комфорта для вашего новичка. Кому это понятно? Поставьте в чат огонечки. Почему? Да потому что тысячи людей заработали совсем немного денег. Немного. Не великие миллионы. Но совсем немного денег. И они ушли из сетевого бизнеса. Но они с теплотой вспоминают этот период своей жизни. Почему? Да потому что они его вспоминают как трансформационный. Когда они прошли сильнейшую школу жизни, они в этот момент решили свою проблему. Они научились общаться. Научились общаться. И благодаря этому навыку, который получили в сетевом, преуспели не только в бизнесе, но прежде всего в жизни. Но давайте поговорим. Как же нам с вами удержать новичка, включить его в бизнес? Вы привыкли к человеку, который к вам только пришел и стал партнером. Вы привыкли изначально, еще в моменты рекрутинга и привлечения, ориентировать его на деньги. Но деньги – это не главное на первых порах. Почему? Даже если эти деньги очень срочно нужны, это все равно не главное. Объясню. Потому что деньги – это лишь следствие роста. Следствие решенной проблемой. Поймите это. Деньги – это следствие. И каждый сильный наставник это знает. И именно поэтому наша с вами задача – переориентировать человека и снять заряд его внимания с денег. И перевести это внимание на практические действия. Для того, чтобы человек делал. А только после того, как он сделал, в результате этих действий вырос и только благодаря этому росту начал зарабатывать. Как это сделать? Готовы вы разбираться, как это сделать? Напишите «Да». Готовы разбираться, как это сделать? Напишите «Да». Готовы разобраться, как это сделать сегодня? Да, и давайте напомню вам о том, что все те люди, которые будут сегодня в этой вебинарной комнате до самого конца, получат не только ответы на свои вопросы, но еще вы сможете… Наша великолепная система перенаправит вас сразу после вебинара на прекрасную страницу, где мы для вас упаковали дополнительные материалы, которые позволят вам расти в вашем бизнесе. Обязательно будьте до самого конца, потому что если вас не будет в вебинарной комнате, то вы пропустите эту страничку. Только на этой страничке есть волшебная кнопка, которая открывает вам доступ к этим уникальным материалам. Если это понятно, поставьте в чат двоечки, оставайтесь до конца, отвечу на вопросы и получите свои подарки. Окей, я вижу, что вы готовы с этим разобраться. Хорошо, договорились. Сейчас я расскажу вам подробно, чтобы вам было все четко, понятно, и вы могли бы это все применять. Но прежде всего, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы поделились своими инсайтами. Вот по этой части, что вам по этой части стало сейчас понятно? Может быть, что-то для вас было открытием, может быть, для вас было что-то новым. Какие новые идеи вас посетили? Вот Анжела Михайлова спрашивает, будет ли запись? А я не знаю, будет запись, может, не сохранится. Но точно те, кто спрашивает сегодня, а будет ли запись, точно не получат подарков. Потому что подарки получают те, кто в онлайн. И те, кто остается со мной до самого конца, вот те получают подарки. А будет ли запись? Ну, не знаю. Окей, поделитесь вашими инсайтами. А, ну вот, Раиса говорит, запись будет, утром вам в почту придет, но подарков не будет. Запись будет, подарков нет. Так, окей. Жду ваши инсайты. Давайте. Вы напишите, поменяемся ролями. Вы напишите, а я немножко отдохну. Что из этой части стало вам сейчас понятно? Поделитесь. Напишите. Я буду Анжелом. Молодец. Еще запись пересмотришь. Прекрасно. Давайте, я подожду. Я подожду вас, пока вы пишете. Обязательно подожду. Ох, у меня есть кофе. Хочу быть крутой как-то и велком на второй курс, Кристина. Что? Я здесь делаю даже лучше, чем я. Посмотри, эфир с Олей Михайловой или с Ириной Пауэль. И они не единственные. Скоро еще и других вам покажу. Сколько можно прятать. Так. Переключить внимание партнера с денег на внутренний рост. Это гениально. Сроду бы не додумалась до такого. Окей. Молодец. Продавать не продукт, а возможность, которую предоставляет сетевое обучение и развитие. Перевод. Так. Отлично, Ольга. Перевод денег в действия. Нет. Деньги – это результат от следствия роста. Соответственно, сначала действия, потом деньги. Ловить рыбу надо в море, а не в ванне. Прекрасно, Маргарита. Так. Отсутствие навыков коммуникации – это про меня. Понимаю. Приходи и починим. Деньги – продукт роста. Отличный инсайт, Николай. Деньги – это продукт роста. Отличный. Так, целевая ниша – позиционирование оффер. Прекрасно, Лариса. Навыком коммуникации можно научиться. Отлично, Людмила. Продавать возможности компании. Я этого не говорила. Я говорила, что это неверно. Великолепная моя махават. Нет. Продавать возможности компании. Вот идите, пусть этому вас учат где-нибудь кто-нибудь такой, кто не я. Пожалуйста. Я этому не учу. Так, иду дальше. Фокус на действия. Как умно приглашать людей. Это вопрос, если Марина, а не инсайт. То оставим его на самый конец нашего сегодняшнего эфира. И не забудь его задать. Привлечение. Не есть рекрутинг. Отлично, Анжела. Не начинать со списка. Не уверена, что ты прав, Олег. Потому что, то есть, welcome на второй курс. Расскажу почему. Так, деньги приходят в нашу жизнь только через наши действия, через наш рост и трансформацию. Трансформацию. Отлично, Евгений. Но это ты знаешь уже по собственному опыте. Спасибо, что поделилась. Кристина пишет. Находим свою целевую. Правильно, приглашаем. Выстраиваем диалог. Прекрасно. Обязательно буду. Отлично. Отлично, Кристина. Увидимся. Так, Сидрат. Даже уйдя, вспоминают с теплотой, потому что научились. Научились многому. Да, совершенно верно. Все можно научиться. Всему можно научиться. Да, совершенно верно. Деньги, результаты. Конечно, всему можно научиться. Даже медведи в цирке учатся на велосипеде кататься. Неужели нельзя научиться сетевому? Можно. Но учиться надо. Не получится так, что ничего новому не учиться и вдруг стать миллионером. Так не бывает. А 16-летних обучай. Ешь. Кристин, а с тобой свяжутся и тогда спросишь, на самом деле. Я думаю, что теперь с тобой свяжутся и ты спросишь, можно ли тебе или нет. Рыба должна знать, где рыбак. Для этого есть наживка. Отлично, Олег. Хочу красиво говорить и ловить щуку. Прекрасно. Приходи научим. Это не я. Я тут. Это мои приглашенные. Я поняла, Олег. Хорошо. Умница. Здорово, что ты приглашаешь своих приглашенных сюда на этот интенсив, потому что каждый из вас знает, что здесь Юлия Че раскрывает для вас истинное лицо сетевого бизнеса. Круто. Спасибо за ваш инсайт. Идем дальше. Итак, давайте про новичков. Про новичков. Вот смотрите. У вас есть новичок. Он заключил контракт. Он этот свой контракт активировал. То есть в каждой компании есть какой-то свой процесс активации контракта и включения вот этой вот юридической части, включения человека в бизнес. Итак, новичок заключил контракт, активировал его. Все окей. Он это зачем сделал? Как вы думаете? Он каким результатом хочет прийти этот новичок? Вы знаете? Вот вы точно знаете, каким результатом хочет прийти этот человек. Вы точно знаете, зачем он это сделал? Вы точно знаете, потому что вы его спросили и он вам точно ответил? Или вы лишь только предполагаете, что он хочет вот этого и этого, и поэтому он заключил контракт и активировал его? Окей. А вы уверены, что он сам-то знает, чего он хочет? А он точно знает, чего он хочет, этот новичок? Или он просто снова захотел какой-то собственный остров с вертолетом и дворец? Или, может быть, ему кто-то в голову пукнул этим дворцом, и поэтому он его захотел? Вот именно, дорогие мои, никто не знает. Почему? Потому что не спрашивали. Потому что вас не научились спрашивать. Важно, чтобы вы понимали одну важнейшую вещь, как сильные наставники. А чего именно хочет ваш партнер новый? Потому что точно так же вам важно знать, и вы должны понимать, что если он хочет вот в эту точку, например, прийти, где он там зарабатывает, ну, допустим, миллион, хорошо, а откуда он стартует? А стартует он вот из этой точки, где, например, что есть? Что есть, например, в этой точке? А в этой точке есть, там, допустим, 10 тысяч рублей. То есть получается, что ему нужно вырасти во сколько раз-то? Боже ж ты мой! Во сколько раз? В 100 тысяч раз ему надо вырасти? Хочу, я сейчас слышу, я хочу океан денег. А это сколько, Жень, спроси у меня. Океан денег – это сколько? Итак, я хочу вот сюда. Это океан денег. Неизвестная абстрактная сумма. А сейчас-то где? Ну, а сейчас я вот на 10 тысячах. Ага, хорошо. То есть у тебя 10 тысяч есть, а хочешь ты неизвестно куда. Ну, допустим, в миллион. Но это надо вырасти в 100 тысяч раз. А это невозможно сделать за месяц. Понимаете? Невозможно этот путь пройти за месяц. Важно, чтобы вы понимали, чего именно хочет ваш партнер. Но также важно, чтобы вы понимали, откуда он стартует и какие у него начальные ресурсы. Где его точка А? Где он сейчас? И точка Б, каких результатов он хочет. Потому что вот из этой точечки А, вот в эту точечку Б, именно вы его и поведете за ручку. Понимаете? Ведь по этому маршруту вам его вести. Вы его наставник. И вы должны понимать, что он должен знать, уметь и делать для того, чтобы отсюда прикинуть сюда. Если это понятно, плюсики в чат поставьте. Да. Почему? Почему именно так? Почему именно так? Иногда бывает, когда человек приходит в сетевой, а у него не получилось, наставник говорит, сам лодырь, сам ни хрена не делал и не собирался. Это, то есть, его результат, его ответственность. Ни хрена подобного. Почему человек пришел к вам как к наставнику? Потому что если бы он мог пройти этот путь из точки А в точку Б сам, он бы давно уже это сделал. А он не может. Поэтому он пришел к вам. Окей? И я всегда говорю ученикам. Я всегда говорю ученикам. Список контактов в сетевом 21 века есть не что иное, как тренировочный набор контактов. Вот кто-то сейчас спрашивал здесь из команды Олега Ефремовича, насколько я понимаю. Очень важно. Очень важно, чтобы вы понимали, что список контактов – это как ремкомплект. Понимаете? Это как тренировочный набор. Он нужен только лишь для одного. Для того, чтобы вы освоили новый навык как инструмент. Звонок ради навыка, а не чтобы вас послали нафиг. Как вам такая идея? Как вам такая идея? Звонок и звонки совершаем для того, чтобы научиться делать звонки, а не для того, чтобы вас послали нафиг. Как вам такая идея? Кому заходит, напишите «да». И вот тогда, когда новичок понимает свою первую маленькую задачу вот на этом пути, он тогда работает не над тем, чтобы кого-то подписать с первого звонка, а чтобы навык получить. Конечно. А уйдет ли в таком случае у него страх звонков после такой наставнической работы? Как вы думаете? Да, конечно, уйдет. Непременно уйдет. Легко и быстро уйдет? Нет. Нет, я тут не буду лукавить. Нет. Сколько лет, сколько проб и ошибок ушло лично у меня, как у наставника, на то, чтобы просто понять то, что я вам сегодня рассказываю. У меня на это ушло почти 20 лет. Вы, вы сегодня можете этот путь пройти всего за три месяца. Всего за три месяца. Уже сегодня вы можете стать сильнее. Вы можете узнать, как это получится у вас. Да, вы можете это. Итак, чтобы вы могли помогать другим людям расти легко и быстро, необходимо стать сильным наставником. Если сегодня вы не обладаете навыками трансформации мышления на глубинном уровне, если ваше собственное мышление зашорено и засорено, это месяцы, а иногда даже годы работы. И прежде всего над самим собой. А новички, те новички и их проблемы, с которыми они к вам сегодня приходят, это лишь зеркало ваших собственных проблем. Поймите это. А вот когда вы чисты, чисты, как горный ручей, вы сильный наставник. И тогда, и только тогда, чтобы избавить своих людей от страха звонка или любого другого страха, любого другого ограничивающего убеждения, чтобы сфокусировать внимание своего нового человека на ключевых действиях, на эффективной работе, вот тогда у вас на эту работу уйдет минут 20. Ну, максимум пара часов, если вы работаете сразу с большой группой новичков. Кто у меня здесь есть в чате академисты? Есть такие люди? Подтвердите мои слова. 20 минут работаете с новичками и страха звонка, как не бывало. И это показывает, на самом деле, опыт сотен сильных наставников с любого уголка этой планеты. И все это люди, которые являются финалистами первого и второго курса Академии нейромаркетинга Юлии Че. Да. Подтвердите мои слова, кто знает, чтобы появилась привычка общаться с людьми и давать конкретную информацию. Молодец. А вот дальше, дальше, вот только дальше у нас с вами рекрутинг. Рекрутинг – это встречи, это конференции, это презентации, прямые эфиры, микровебинары. Инструментов, ребята, полно. У меня их больше 200. Мы все эти инструменты в Академии тоже вам даем и помогаем внедрить их в работу и в свою, и со своими новичками. И вот тогда, и только тогда, вы создаете свою собственную онлайн-школу, которая работает, пока вы спите, и сама продвигает ваш замысел вперед. Еще раз повторю, вы создаете свою собственную онлайн-школу, которая работает, даже когда вы спите, и сама продвигает ваш замысел вперед. Здесь мы и сталкиваемся, как раз, дорогие мои, со страхом публичности, синдромом самозванца, и это тоже решается. Ирина пишет, какого страха? Я еще не помню. Точно так же, как и Ольвы Михайловой сегодня. Какие страхи? Напомните мне о них такие, что было, что ли, что-то? Супер. Так вот, здесь мы как раз обычно и сталкиваемся в этой точке, со страхом публичности, синдромом самозванца и так далее. Но слава богу, это тоже решается. С помощью наставника все это переживается легко и быстро. И вы даже вот как академисты этого даже и не помните. А самостоятельно, конечно, пройти тот же путь, ну да, возможно, но это годы, ребята. И годами наступать себе на горло, потому что действия делать надо, нужно будет подавлять и заталкивать страхи в глубины своего мышления и подсознания. И вместо денег зарабатывать проблемы в отношениях, выгорание, проблемы со здоровьем и так далее. Оно вам надо? Подумайте сами. Конечно, самостоятельно, если мы выбираем пункт, то спустя годы мы смотрим на наши результаты, находясь посреди выжженного поля и думаем, а нахула все это было надо? Оно вообще того стоило? И в этом моменте как раз мы и улькаем в глубокую депрессию, наблюдаем оттуда, как исчезают наши партнеры, как исчезает бизнес и тает доход. Почему? Да потому что как ты думаешь, так ты и живешь. Такие партнеры к тебе и приходят. Или вовсе не приходят. И пока ты не признаешь, что причиной всему в твоей жизни это ты сам и то, какие решения ты принимаешь, и то, как ты мыслишь и думаешь, ничего не изменится. Потому что лишь ответственность, взятая на себя за все, что происходит, происходило и произойдет, и решение, конечно же, есть. И каждому из вас оно известно. Уже сегодня вы можете стать сильнее. Достаточно всего лишь решить проблемы с собственными установками в уме. И вы перестанете транслировать на встречах жажду денег, подавленный страх, неуверенность, низкую самооценку, синдром самозванца, а также все свои провалы, все отказы, которые вы получали до этого, включая те отказы, когда вам мама конфет не купила, сказав, что это не для вас, а вы сейчас и до сих пор искренне считаете, что что-то в этой жизни вам недоступно, и что что-то не для вас, и вы чего-то недостойны. И это как раз и вываливается на каждой встрече прямо на стол перед вашим кандидатом. Великолепно прямо булькается ему с кофе. А когда вы только начинаете, только начинаете работать над собой, вот в этот момент человек, который сидит напротив вас, начинает вам верить больше, чем верить самому себе. Просто поставьте плюсики. Поставьте плюсики сейчас, если вы не раз уже ловили себя на мысли, что что-то может пойти не так. Кто ловил себя на такой мысли, что что-то может пойти не так? Что там что-то может не получится, И вас ждет очередной провал. И как бы вы позитивно себя не настраивали на эти встречи, презентации, конференции, но если он есть этот страх, то он вываливается в самый важный момент. И вы что-то, и что вы делаете по итогу правильно? Вы сливаете встречу. А почему это происходит? А потому что ваше внимание соскальзывает и течет туда, где не встречает никакого сопротивления. А никакого сопротивления нет как раз там, где все, где находится и живет все, что связано с неудачами. Почему дорожка протоптана? И именно поэтому хорошо, именно поэтому очень хорошо что-то знать недостаточно. Надо делать. И все проблемы, они как раз тогда и начинаются, когда доходят до действий. Замечали такое? Кто замечал такое? Поставьте единички. Вроде как все знаешь, но как только делать начинаешь, начинаются проблемы. Или даже проблема начинается тогда, когда надо начать делать. Еще и такая проблема бывает. Кто такое замечал? Кто замечал, поставьте единички в чат. А вот когда у вас есть навык и базовые установки успеха в голове, то вы легко используете инструменты привлечения, рекрутинга. И тогда самое время включить третий процесс. Это обучение. Да, третий процесс – это обучение. И если вы готовы разобраться с этим третьим процессом сегодня, как эффективно обучаться самому, а главное – обучать своих партнеров, напишите в чат «да». Да, напишите в чат «да». Готовы разобраться с этим сегодня? Давайте, напишите. И поделитесь с положительной базовой установкой. Вот, давайте я вам расскажу, что такое на самом деле положительная базовая установка. У очень многих людей иногда возникает вопрос. Ну вот я верю в успех. Почему он не приходит? Почему вот я в него верю, я о нем думаю, а он не приходит? Бывает такое у вас? Кого такое бывает? Двоечки поставьте. Давайте расскажу вам о том, что такое базовая положительная установка успеха в голове. То есть вот смотрите, у нас есть в голове мысль. Мысль в голове есть. Ну, например, такая есть генеральная идея. Генеральная идея, которая звучит, например, так. Я хочу сделать свой бизнес и выйти на пассивный доход в 10 тысяч евро ежемесячно. Есть такая генеральная идея? Ну, давайте, допустим, вот такая идея. Хочу сделать свой сетевой и выйти на пассивный доход в 10 тысяч евро ежемесячно. Кто так хочет? Напишите я. Ну, кто вот? Напишите я тех, кто считает, что в целом было бы нихреново выйти на 10 тысяч евро в пассиве в своем сетевом. Есть такие среди вас? Напишите я. Напишите я. Так. Теперь есть. Отлично, Ирина. Так. Еще есть. Ирина-то понятно. Я. Отлично. Хорошо. Ага. Кому еще? Кто еще? Кому вот нравится эта мысль? Генеральная идея. Хочу сделать бизнес и выйти на пассивный доход в 10 тысяч евро ежемесячно. Пишите я. Сейчас расскажу, что такое положительная базовая установка в голове. Отлично. Вижу я, я, я. Хорошо. А теперь давайте по-честному. По-честному давайте напишите. Давайте по-честному. Напишите прямо сейчас. А у кого вместе с этой мыслью есть еще и такая мысль, которая, знаете, такая червячком живет глубоко в душе или, может, даже не глубоко. И эта мысль, она такая, а вдруг нифига не получится? А вдруг не получится нифига? Вот напишите плюсики сейчас. У кого еще и такая мысль тоже есть? А вдруг ни хрена не получится? Мне, в принципе, трех тысяч тоже хватит. А вдруг я сейчас напишу и сглажу и никогда не получу эти деньги? А вдруг я мало написал, а потом у меня из-за этой ведьмы не получится заработать сто тысяч? Плюсики напишите, у кого есть и другая мысль, вот такая, которая как червоточина такая в душе. Есть такие? Давайте по-честному только напишите. Плюсики в чат поставьте. У кого и такое тоже есть. Так, спасибо за честность, Оля. Алла, Александр. Так, вот. Вот теперь смотрите. Теперь я вам рассказываю, что такое положительная базовая установка. Секрет очень простой. Пока у вас в вашем мышлении одновременно существуют две противоположные идеи, вы не можете сдвинуться с места, потому что они тащат вас в разные стороны. Именно поэтому у вас пробуксовки, ступоры и откаты. Кому сейчас стало понятно, десяточки в чат поставьте. Вот Ирина молодец, что так мало, хочу 18. Кому сейчас стало понятно, пишите десяточки в чат. Посмотрите, вот что пишет Ирина Павля, это наш финалист, финалист второго курса в том числе. Да, вот, то есть, как бы подумайте сами. Оправдашки, да, вот это. А я вообще еще не начал. Пишите десяти. Вот теперь я жду ваших инсайтов и продолжим. Продолжим дальше с вами рассуждать о системе, о том, как вам выстраивать свое обучение и обучение ваших партнеров и новичков. Хорошо. Хорошо. И прежде чем продолжим, жду ваши короткие инсайты вот по этой части. Что стало для вас открытием, что стало для вас новым, какие новые мысли и идеи вас посетили сегодня. Потому что после этого мы с вами начнем говорить про обучение, что мы дальше делаем с обучением. И напоминаю вам о том, что от всех тех, кто останется в этой вебинарной комнате до самого конца, наша великолепная умнейшая система перенаправит вас на страничку, где упакованы дополнительные для вас материалы, которые вы сможете смотреть, слушать, читать для того, чтобы внедрять в свой бизнес. И это абсолютно бесплатно. Поэтому будьте с нами до самого конца и получайте свои подарки. Хорошо. Ваши инсайты жду. И напоминаю вам о том, что пишите побыстрее. У нас с вами остается 23 минуты. А у меня еще для вас нормально так контент. Я сама не могу пройти этот путь, поэтому мне нужен партнер. Нужен не партнер, а наставник, Галла. Приходи. По-моему, ты уже пришла. Любой путь можно пройти не с партнером, а с наставником. А партнера мы как наставники ведем. Но ты молодец. Я поняла, что ты на самом деле просто то, что называется the fading sleep. Оговорочка по Фрейду. Женя. Так. Не дай себя порвать, начать своим страхом на дороге успеха. Прекрасный инсайд, Женя. Молодец. Так. Надежда. Не сдавайся никогда. Да, ну да, то есть, конечно, можно и не сдаваться никогда. Так, Людмила. Сначала основа вера в себя, работа с мышлением, потом уже рекрутинг. И мы рассказали только про то, что получится столько, сколько захочу. Умничка. Умничка, Людмила. Прекрасно. На самом деле, сегодня вот с Олей как раз Михаила проводили вместе эфир. И я с ней поделилась с инсайтом. Инсайтом на тему какую? Для того, чтобы преуспеть, на самом деле, успеху, успеху, нет, не успеху, уверенности. Для того, чтобы быть уверенным в себе, вам не нужно быть успешным. А вот для того, чтобы быть успешным, вам нужно быть уверенным в себе. Потому что сначала уверенность, а потом успех. Так, две противоположные идеи. Окей. Дальше идем. Помогая другим, помогаешь себе. Отлично, Марина. Надо научиться работать с вами убеждением, сомнениями, навыки проработать. Великолепный инсайт. Прекрасно. Думать только позитивные мысли. Если существуют и другие, дорогая моя Динара, то сколько ты их, не думай, будешь буксовать. Не буду здесь лукавить, по-честному скажу. Можешь думать, можно думать и читать аффирмации сколько угодно. Я всегда говорю, аффирмации, медитации не работают. Почему? Сколько бы вы себе под нос не бубнили аффирмаций хоть 3000 раз в день о том, что вы миллионер, вы миллионером не станете. Я объясню, почему. Потому что если вы будете твердить себе под нос, что вы там, ну, если вы женщина, что вы, например, мужчина, у вас от этого половые органы мужские не вырастут. Поймите вы правильно. А это говорит о чем? Говорит о том, что аффирмации не работают. Вот и все. А вот то, что работает, знаем мы. И наши академисты это вам подтверждают. Идем дальше. Всегда есть такая мысля. Можно починить, приходи. Меняем свое мышление и формируем новые нейроны связи. Только ты сам можешь себя вытащить из любой ямы. Не жди от действия. Главное, в правильном направлении действовать. Кристина, это важно. Потому что из ямы можно, знаешь как, думаешь, что идешь из ямы, а на самом деле окапываешься. И копаешь только в глубину. Думать позитивно, действовать, а не сидеть. Отлично. Не могу четко поставить цель. Бывает. Не это про то, что если бы я сама была пройти путь, я бы никого не приглашала. А, вот, я поняла. Хорошо. Учиться, учиться. Что если глубоко внутри сидит мысль, а вдруг не получится, хотя и пытаешься думать об успехе. И пока она там сидит, что ты там как бы не пыталась, Маргарита, не оно там сидит. Так что, welcome в академию. Будем, да, лебедь, рак и щелк. Совершенно верно, Раиса. И пока это так происходит, и это пока нет положительной базовой установки, пока есть и отрицательные положительные установки, то, соответственно, будет вот этот вот процесс будет. Вас будет тащить на, вот будет разрывать в разные стороны, как на резинке. Важны положительные базовые установки в голове, да, и отсутствие отрицательных. Супер, отличный инсайд, и поехали дальше. Итак, нет результата от обучения. Сейчас, когда вы обучаете новичков, это обучение почему-то занимает у вас очень много времени. У кого есть новички, тот знает. При этом вы их обучаете, а результата нет. Ни у них нет результата, ни у вас, естественно, нет результата, потому что они не растут, и вы не растете. А те результаты, которые есть, ну, даже если они есть, вы почему-то не можете их объяснить. Вы не можете объяснить, а как у ваших новичков получилось то, что вы получили, то, что получилось. И вы точно знаете, что вы можете лучше, и они могут лучше. Но вы из-за того, что успех объяснить не можете, небольшой даже, небольшой любой успех, вы не можете его объяснить. И из-за того, что вы его не можете объяснить, вы не можете его и повторить. Хотя бы. И даже не можете это объяснить своим партнерам, чтобы они могли повторить вас. Все верно? Все верно. У кого так, напишите «да». Теперь, почему так происходит? Объясняю. Вы не знаете, как работает ваш мозг. Вы начинаете читать аффирмации, делать медитации, дышать пупком, другими органами тоже дышите, которые для этого не предназначены. Но почему-то вы начинаете дышать затылками, там, не знаю, солнечным сплетением, копчиком и еще чем. Так вот, вы не знаете, как работает ваш мозг, а этот мозг ставит вам одну подножку за другой. И именно поэтому у вас не получается научить их, а у них не получается научиться у вас. А почему? У вас нет навыка второго уровня, а у них нет навыка первого уровня. То есть они не умеют учиться, а вы не умеете учить. Если это понятно, двоечки в чат. Но это еще не все. Самое парадоксальное и даже обидное, я бы сказала, что нам с вами в сетевом для того, чтобы все работало само, нужно дупликацию запустить. А в вашей организации, в вашей структуре дупликация близится к нулю. И знаете, я этот секрет про дупликацию искала годами. А вам сейчас за одну минуту расскажу. Хотите? Кто хочет, поставьте плюсик. Да, про дупликацию. Я этот секрет, как запускать дупликацию, искала годами. Вам расскажу сейчас за одну минуту. Кто хочет, плюсики поставьте. Огонь. Так вот, дорогие мои, на самом деле, для того, чтобы запустить дупликацию, правильную дупликацию, то есть дупликацию правильных действий, повторение правильных действий с поколения в поколение в глубину до бесконечности в вашей структуре, вам на самом деле нужен навык третьего уровня. Да, вы должны уметь научить одних обучать других. Если вы сами умеете привлекать, рекрутировать и обучать, то тогда вы сможете научить. Но также вы должны уметь учить, вы должны уметь учить этих обучать следующих. Сейчас понятно? Кому понятно, троечки в чат. Кому понятно, троечки в чат. И каждый сетевик, на самом деле, мечтает построить обширную организацию. И для этого вам нужна система обучения в онлайн, чтобы в одну единицу времени обучать наибольшее количество партнеров, помогая им, поддерживая их рост и становление их как лидеров. И большинство бизнесов, к сожалению, останавливается на стадии, когда вы зацикливаетесь на новичках и зацикливаетесь на партнерах. Вот давайте сейчас с вами разберемся просто. Хорошо. Все хотят построить лидерские организации. Всем говорят, ищите лидеров, как Ольф сегодня сказала. Никто не терялся. А зачем искать лидеров, если никто не терялся? С биноклем стоять искать? Что это такое? Нет. Но давайте разберемся с вами с понятиями. А кто такие лидеры на самом деле? Вот для меня на самом деле лидеры – это тот, кто решает проблемы. Лидеры – это профессиональные студенты сетевого бизнеса. Приезжаете на мероприятия, знайте, все люди, которые приехали на обучающие события вашей сетевой компании – это лидеры. Почему? Потому что лидеры в сетевом – это всегда профессиональные студенты. Лидер делает то, что необходимо делать для развития своего бизнеса, а важно учиться и трансформировать себя и свои мозги. И этот лидер, он не нуждается ни в каком контроле и не нуждается ни в какой мотивации. О лидере не нужно беспокоиться. Лидер – это тот, кто решает проблемы. При этом лидер решает все проблемы, зачастую даже ваши. Знаете, друзья мои, я много где побывала. Я побывала и в разных странах, и на разных событиях. И я сама читала лекции и проводила обучение и по продажам, и по маркетингу, и по сетевому маркетингу, и по лидерству, и по управлению людьми, и по психологии, и по коучингу, и как стать сильными наставниками. И знаете, я в свое время коучила даже владельца завода по производству кирпича и тротуарной плитки. Да, ему было около 60 лет. Я коучила компанию, которая занималась ландшафтным дизайном. Я наставляла владельцев компаний по производству водопроводных труб на промышленных организациях. А затем, кстати, именно он и порекомендовал меня владельцу еще одной компании, которая занималась обслуживанием кондиционированных систем периферийного оборудования на крупнейших гипермаркетах России и СНГ. И сегодня у меня в личном коучинге ведущие сетевые предприниматели и их команды, и люди, чьи имена вы никогда не найдете в онлайн. И вот, что я вам на это скажу, дорогие мои. Везде много экспертов, везде много лидеров, но вот что отличает сетевиков от всех остальных. Сетевики – великие вдохновители. Никогда, ни в какой другой отрасли и ни в какой другой сфере бизнеса и жизнедеятельности я не видел столько чудесных людей, таких отчаянных достигаторов и храбрецов. И знаете, да, на самом деле действительно храбрецы. А кто? Посмотрите вокруг себя, посмотрите и скажите, а кто из вашего окружения еще был достаточно смелым для того, чтобы встать на две ноги и смело заявить, я не согласен с тем, как я живу, я хочу жить иначе. И да, кто-то говорит зомби, кто-то говорит, да они сектанты, да они безумцы. А я говорю таким, что ж, я тогда приветствую вас в секте землян, мы все здесь сектанты. Нет, ну конечно, они там тоже все молодцы. Но мы с вами, сетевики, всегда круче. Почему? Вы красавчики и вы наставники. И вот, что нужно делать дальше. Просто сейчас послушайте меня очень внимательно. Нет, нет ничего хуже, чем лицемерный лидер, тем более в сетевом. И вот, что я имею в виду. Когда вы слышите, и вам говорят, или кому-то говорят, и вы слышите что-то вроде такого. Привет, слушай, поработай, пока я буду спать дома. У меня сейчас какая-то черная полоса, у меня есть депрессия и вообще никаких сил. Не работай, давай, давай, на всех парах, давай, давай, действуй. На пятой скорости. А я пока здесь покопчусь на ядралке или вот здесь вот там на обочине постою. Знаете, можно не произносить именно так, но вы меня понимаете. Вы же чувствовали это не раз. И люди такое чувствуют. У нас у всех есть, знаете, древний мозг рептильный. Он все сканирует и сразу все понимает и придает сигналы вашему неокортексу, это, в общем-то, молодому мозгу. И мы сразу понимаем, что мы понимаем это как чертовы телепаты. Когда у кого-то нет сил, мы это видим. Когда кто-то не в порядке, мы это чувствуем. И тогда мы чувствуем следующее. Ага, мой наставник, мой лидер хочет от меня вот такого уровня активности. Он хочет вот такой энергии, он хочет от меня вот такой отдачи. Но сам он такого уровня не дает. И мы, я думаю, вы встречали лицемерных лидеров. Встречали? Кто таких встречал? Напишите плюсик. Да, напишите плюсик, кто встречал лицемерных лидеров, которые, знаете, как направляют команду, вот так вот давай, давай. И, знаете, используют инструменты, то, что я называю чайка менеджмента. Знаете, что это такое? Чайка менеджмент. Это прилетел, наорал, насрал и улетел. Вот как бы нет ничего хуже лицемерного лидера. Итак, вот что нужно делать дальше. Ваша задача, ваша задача, первая и главное, это определить. Это определить для себя, а что же такое лидерство для вас лично. И поработать над своим состоянием, над своим мышлением, для того, чтобы у вас не было вот этих вот противоречивых мыслей. Потому что лидер – это прежде всего ты. И лидер в группе, лидер в группе начинается вот с тебя, с тебя, с тебя, да. А где он там, этот лидер у вас внутри, я понимаю. Это уж фиг его знает. И, знаете, иногда тут возникают вот эти вот червоточные мысли. А может, я и не лидер вовсе никакой. А как понять, я вообще могу стать лидером или нет? И вот если вы сейчас об этом задумались, то прямо сейчас сделайте скриншот. Нет, вот это мы сейчас делать не будем. А мы поговорим вот о чем. Лидер – это прежде всего люди, которые имеют цель, имеют самодисциплину, имеют видение и имеют мышление. Мышление лидера. Чтобы добиться целей, нужна самодисциплина. А если эта самодисциплина хромает, если постоянно лень, если есть какая-то апатия, если есть срывы и все время хочется плакать, мы не можем позволить себе на самом деле, друзья мои, вечно ждать, когда придет какой-то наш наставник и даст нам пинка под зад, чтобы мы начали действовать. Или вдохновит нас как-то, или какая-нибудь муза вечером по кухне пройдет, и мы станем сразу лидером. Нет, лидерами так не становится. И вот вам еще один секрет. Готовы о том, как побороть свою лень и прокрастинацию? Готовы? Напишите «да». Напишите «да», кто готов к следующему секрету. Потому что у нас с вами, друзья мои, нет времени ждать. У нас нет времени с вами абсолютно ждать какого-то пинка, мотивации или вдохновения. Потому что лидером так не станешь. Как побороть свою лень и прокрастинацию? И сейчас я готова открыть вам еще один секрет. Еще один секрет. Да. Лидерский секрет. Вижу ваши «да». Огонь. Итак, вот вам еще один секрет лидера. Самодисциплина, друзья мои. Этот ценнейший навык. Что такое самодисциплина в одной фразе? Делать то, что нужно делать, тогда, когда это нужно делать, а не тогда, когда захочется. Если вам бывает лень, значит, необходимо прокачивать самодисциплину. Если у вас бывает прокрастинация, значит, у вас не прокачан этот навык. Почему? Давайте разбираться. Давайте разбираться с тем, как побороть свою лень и прокрастинацию. Как побороть свою лень, начать работать и зарабатывать. Знаете, дорогие мои, психоаналитик Зигмунд Фрейд, он был очень близок к истине, хоть и сжег свои последние работы и не дал их нам прочитать, но тем не менее, он был очень близок к истине. Человеком управляют инстинкты, а не разум. За инстинкты и другие процессы, психические в том числе, отвечает мозг. Даже прежде всего отвечает мозг. И условно весь мозг можно разделить на древний плюс лимбическая система и молодой, неокортекс. За инстинкты отвечает первый, а вот второй отвечает за сознательную деятельность. Здесь, знаете, когда вы хотите съесть печеньку, встретиться с партнером, зависнуть в соцсетях, посмотреть, что там у вас в ленте интересного, как-то, что еще начудил соседский кот. В этот момент активируется как раз древний мозг. Он отвечает, он очень любит получать удовольствие и нихрена не делать, но он очень сильный. Когда вам нужно приступить к проекту и делать то, что вы никогда не делали, вам нужно делать что-то новое. Вот в этот момент включается молодой мозг. Он на это способен. Но вот только молодой мозг, несмотря на то, что молод, потребляет огромное количество энергии. Да, 15% энергии всего вашего тела потребляет этот малыш. И в отличие от древнего, он меньше всего заботится о том, чтобы выживать или размножаться. А эти функции для сохранения нашего с вами вида очень важны. Именно поэтому наш с вами организм, которым управляет древний мозг, на самом деле заинтересован, как можно реже думать, как можно реже действовать, почаще лениться и поменьше осваивать то, что для него новое. Потому что это сложно. Он не любит идти по новому пути. И в этой точке, вот в этой точке, вы получаете лютейшее сопротивление. Вы получаете такое лютое сопротивление, которое иногда не под силу самостоятельно преодолеть. Почему? Потому что молодой мозг слишком слаб, а древний мозг слишком силен. Заставляя же свой организм совершать те или иные действия, которые, как вам кажется, приведут вас к нужному результату, но при этом не имея правильной мотивации, мотивация, я имею в виду то, как работать и с древним, и с молодым мозгом своим собственным в первую очередь, вот именно в этот момент вы получаете и срывы, и выгорания. Что делать? Что с этим делать? Кому интересно? Кому важно понять, что с этим делать? Напишите в чат «Я». Напишите в чат «Я». Вот так вот вам поставлю три основных бизнес-процесса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!